Следующий доклад представляется профессору Игорь Сеевичу Корнееву с темой, что влияет на выбор тактики одевантного лечения поверхностного рака мочевого пузыря. Глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги, сегодня уже речь шла о том, что рак мочевого пузыря это особенное новообразование. И, может быть, начать разговор о том, каким образом правильно подойти к одевантной терапии, начать, может быть, следует с того, что для рака мочевого пузыря практически применимы любые стеории развития опухоли, опухолиополи, монохонального происхождения, большое количество работ, опубликованных эпигенетическим мутациям, вирусным анхогеном, эпигенетической природой, наверное, лучше всего подходит к обсуждению вопросов о том, как правильно подойти к одевантной терапии, концепция опухолепрогрессии в ФУЛС, в которой сказано, что каждый опухоль идет своим индивидуальным путем, это стадии, это несопряженное, независимое развитие, и получается, что у каждого человека есть свое собственное новообразование, которое развилось в соответствии с индивидуальными особенностями организма. Познать бы нам эти индивидуальные особенности, найти в них общие закономерности нам было бы проще, вот об этом мы сегодня уже неоднократно говорили. Это очень как раз подходит к теме поверхностного рака мочевого пузыря, который принято последнее время называть не мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря, кроме того, что это новообразование в пределах, в толще слизистого слоя, мало что их роднит, совершенно разные новообразования, и поэтому ничего удивительного, если мы посмотрим в целом эту группу новообразований, что есть пациенты, которые выздоравливают после первичного хирургического лечения, есть те, у кого новообразования появляются вновь, да еще и прогрессируют при этом. Сегодня уже говорили о том, что есть мутации, которые характерны для различных видов этих новообразований, но мы не очень хорошо пока понимаем, в каких ситуациях это будет рецидивирование без признаков прогрессирования, таких пациентов у нас много, когда каждый последующий рецидив будет, какая должна быть поломка произойти, чтобы последующий рецидив был более инвазивный, в конце концов, когда же она превратится в инвазивную карциному, угрожающую жизни пациента и последующим прогрессированием. Для карцинома институ вот это вот различие агрессивного потенциала, они тоже заметны, описаны ситуации в случае, когда карцинома институ много лет не прогрессирует, хотя это низкодифференцированное новообразование, и мы еще не очень хорошо умеем диагностировать это злокачественное образование. Вот уже даже в прозвучавших сегодня докладах, в том числе по новообразованию молодого возраста, ни одного случая, если я правильно видел, слайды не было диагностировано карцинома институ. Почему? Наверное, потому что мы не очень хорошо умеем ее выявлять. Прогностические критерии, они все связаны с клиническим течением, хуже прогноз, если сопутствующие с Т1, но в образовании хуже, если есть простатический уряд, если она вообще распространена карциномой институ широко, если она устойчива к терапии, такие пациенты по всей видимости нуждаются в более агрессивном подходе. Для папиллярной карциномы неинвазивной ТА, опять-таки, мы не всегда хорошо воспроизводим заключение патологоанадомические. Чаще всего это G1 и бывает G3, я припоминаю опыт собственного учреждения медицинского. Наверное, не вспомню ни одного случая, когда было ТА и G3, но надо очень постараться поискать. Не знаю, как в ваших учреждениях. Почему? Наверное, потому что категории G трудно определить, тем более сейчас параллельно существуют две классификационные системы, в которых не все патологоанадомы чувствуют себя уверенно. Если посмотреть распределение категорий G1, G2 и G3, в наших условиях это не гауссовское распределение, это явные преимущества G1 и G3 и провал по G2, хотя должно быть с точки зрения статистики совершенно наоборот. По категории T1, G1, G3 степень дифференцировки может быть, это прогностические критерии. Внешний вид имеет определенную роль, и это до сих пор в гайдлайнах присутствует. Надо обращать внимание на то, какой внешний вид у нового образования. Мы говорим, что опухоль может быть инфильтративного характера. Начало инвазивного роста – это опухоль, угрожающая мужчинам, женщинам. Хотя неточность стадирования выявляется у многих пациентов, это является аргументом для последующей тур. Есть ли повторный тур спустя определенное время, может быть, через несколько недель после проведенной операции. Если посмотреть на прогноз, так вот немножко отличенно, со стороны, то это должны быть и клинические признаки, которые есть у пациента, и признаки нового образования, и то лечение, которое мы оказываем пациенту. Но по всей видимости, самым мощным, самым таким основным критерием, который определяет прогноз у пациента, это все-таки свойства нового образования. И это в итоге зафиксировано современной гайдлайной. На основании именно этих характеристик преимущественно, ну, ряда еще клинических, там по числу, по размеру, по рецидивирующему характеру, мы присваиваем то или иное количество баллов. И, в общем-то, эта система распространена, не буду на ней более подробно останавливаться. Наверняка она хорошо известна. Существуют и калькуляторы, которые позволяют онлайн рассчитать эти баллы. И можно определять принадлежность пациента к риску более высокого риска рецидивирования и прогрессирования нового образования или менее. Но все равно есть много частных решений. Но все равно это новое образование представляет, болея с этим новообразованием, целый спектр. И вот в этом спектре есть какие-то отдельные конкретные ситуации, когда мы можем выявить дополнительные критерии. В частности, у пациенток, которые получали лечение вакцины БСЖ. Мы можем, наверное, говорить о лечебном патоморфозе этих опухолей. И мы, в принципе, должны говорить, что каждый раз, когда мы с новообразованием подошли к нему с каким-то видом лечения, оно потом может быть уже другим, не совсем таким, которое оно было до того, как мы начали с ним работать. Поэтому в разных подгруппах есть отдельные какие-то конкретные частные решения, указания на прогностически неблагоприятные критерии. И, наверное, вот эта задача рассыпается на множество частных задач. Опять-таки, мы должны пытаться объединить их воедино из позиции доказательной базы. Вот то, что сейчас делает Европейская ассоциация урологов. Мы можем представить это в таблицах и показать, на что нужно обращать внимание в основном у наших пациентов. Но всё равно никуда не деться. Ведущие признаки прогностические – это глубина инвазии, степень дифференцировки. А вот теперь посмотрим, как мы к этому можем приложить имеющийся у нас арсенал лечебных средств. Они представлены сейчас на слайде, и сейчас мы на них остановимся более подробно. Наверное, при любой ситуации можно рекомендовать пациентам отказаться от курения. А если мы говорим о профилактических мероприятиях, лучше и вообще не начинать курить. У нас было российское исследование мужское, многоцентровое. Выяснилось, что более половины мужчин Российской Федерации от 20 до 77 лет курят. Поэтому вот, пожалуйста, прямой инструмент для уменьшения потока пациентов в онкологические стационары – это борьба с курением, а не реклама курения, как начиналось в Санкт-Петербургском метрополитене, как только рыночная экономика брала в свои руки все, что есть вокруг. Однократные инстилляции химиотерапевтического средства. Популярные сегодня тоже уже это прозвучало, что действительно мы можем рекомендовать это пациентам делать широко. Но вот появилась информация, что возраст, пол будет эффективно работать. Но если по таблице РТС сумма баллов будет 5 и больше, если рецидивирование больше, чем 1 в год, это может быть не так и благоприятно для пациентов, даже есть определенные риски. Там были указания на то, что может снизиться выживаемость пациентов. Поэтому, хотя это с выживаемостью не связано, это на рецидивирование влияет. До того, как мы не знаем глубину инвазии и степень дифференцировки новообразования, мы можем рекомендовать это пациентам, у которых сумма баллов по вот этой вот таблице РТС, она не будет большой. Если она будет большой, если множественные новообразования, хотя бы одна опухоль больше 3 сантиметров, и если раннее рецидивирование произошло, скорее всего, от такой однократной инстилляции химии, телеграфического средства лучше отказаться. Нужна ли адювантная метрибузырная химиотерапия дальше в виде поддерживающего курса, который чаще всего это митомицинцин в мире, используется 40 мг 6 недель при отсутствии признаков рецидивирования, потом раз в месяц в течение года. Для группы низкого риска, по всей видимости, не нужна однократная инстилляция, которая уже была сделана достаточно. Для группы промежуточного риска однократная эта инстилляция хорошо, и последующий курс он только улучшит показатели рецидивирования, они будут ниже на 44% в год, если посмотреть на количество пациентов, их число будет меньше на 13-14%. Это, конечно, не снижает риск прогрессирования, и есть некое колебание, в какой ситуации использовать что. Вакцина БЦЖ может давать снижение риска прогрессирования нового образования, но при этом есть большая токсичность. Поэтому балансируем между тем, что выбрать, и попытки улучшить эффективность существующих химиотерапевтических средств. Есть рекомендации держать химиотерапевтический препарат экспозиции в мочевом пузыре в течение 1-2 часов, менять ПАЖ, мочу, ощелачивать, чтобы митомицин работал лучше, и беспокоиться о том, чтобы была поддержана концентрация в препаратах постоянно стабильная, уменьшать диурез. И есть данные, доказательная база, что те пациенты, которым соблюдали строго эти рекомендации, у них частота рецидивирования ниже, чем те, у которых они не были соблюдены так строго. Какой оптимальный режим химиотерапевтического мочевом пузырьной терапии? Нет совершенно чётких данных. Добросовестную работу поделал Сильвестр с авторами несколько лет назад, сформулировал таблицу, сгруппировал таблицу с большинством исследований, которые добились какой-то доказательной базы и показали преимущество одного курса на другим, но их так много, что стандартизировать всё это вместе и привести к какой-то общей составляющей, к сожалению, не получилось. Какие ещё есть перспективные направления? Возможно. Это применение различных физических методов, например, инстилляции на фоне гипертермии при поверхностном образовании мочевого пузыря, инстилляции, сопровождая электрофорез химиотерапевтического средства. И есть первые впечатления, что это может усилить эффективность внутрипузырной химиотерапии и уменьшить частоту рецидивирования. Но пока что это экспериментальные работы, в гайдлайнах пока что это не закреплено, а стандартные положения, которые мы с вами обсудили, они в Европейской ассоциации рового гайдлайна представлены в виде таблицы. По БЦЖ терапии, это, конечно, терапия для пациентов, имеющей более высокий риск, и много есть работ и несколько метаанализов, которые показывают, что она лучше и эффективнее снижает частоту рецидивирования и выживаемость, может способствовать повышению показателя выживаемости, в том числе и рак-специфической выживаемости, и снижает прогрессирование у пациентов, но только в том случае, если она поддерживается еще последующим курсом. Более того, разговор может идти о том, что, возможно, что БЦЖ терапия, курс терапии может быть индивидуально подобран каждому пациенту в зависимости от того, что он собой представляет. Больших различий между штаммами БЦЖ не обнаружено. Не знаю, в этом исследовании, в тех работах, которые опубликованы за рубежом, не участвовала вакцина и Мурон нашего института Гамалеи, но, тем не менее, хочется верить, что это все последующие штаммы от вакцины, которая была в институте Пастера, поэтому, наверное, в той или иной степени можно считать, что мы пользуемся именно этим штаммом. Оптимальный режим БЦЖ терапии неизвестен. Один раз в неделю, шесть недель предложенный Муралис, такой эмпирический курс, индукционный, его придерживается большинство специалистов, а дальше очень вариабельный. Может быть, один раз в месяц в течение года, десять раз за восемнадцать недель, девять раз в течение трех лет. Но если более года, вот только тогда получается, что вакцина БЦЖ имеет преимущество по отношению к химиотерапии, в том числе к химиотерапии метамицином. Поддерживающий курс в группе Куэта трехлетний никак не отличался от однолетнего курса вакцины БЦЖ, но если войти внутрь подгруппы, то можно увидеть, что для разной категории пациентов, вот об этом уже было сказано, может быть подобрана своя терапия. Например, для промежуточного риска группы пациентов одна третья доза оказалась более эффективной, а для пациентов более высокого риска трехлетний курс был более эффективен, чем однолетний. То есть, опять-таки, получается, рассыпается ситуация на несколько частных решений. И вот таких вот решений, наверное, будет еще много. И до тех пор, пока мы не получим обратную связь от клинических исследований, нам тяжело будет сформулировать такую общую единую позицию. Хорошо ли комбинировать БЦЖ-терапию после предшествующей терапии химиопрепаратом? По всей видимости, да, это может дать дополнительный противорецидивный эффект, не приведет к снижению риска прогрессирования. Есть работа, которая продемонстрировала такой эффект, однако ценой большей токсичности. Ну и несколько комментариев по поводу карциномы ин-ситу. Она более чувствительна к БЦЖ-терапии, чем к химиотерапии, хотя сложно ее прогнозировать. Многие пациенты могут прогрессировать после индукционного курса. Комбинации с митамицином C преимуществ здесь не дает. Если отсутствие эффекта через 6 месяцев при повторном курсе, рекомендована радикальная цистектомия. Хотя попытки что-то еще сделать с карциномой ин-ситу предпринимаются, но если посмотреть в гайдлайны, в рекомендации, доказательной базой не прописано что-либо еще более мощное, эффективное, нежели чем радикальная цистектомия. Хотя, судя по тому, что карцинома ин-ситу может и не прогрессировать на протяжении многих лет для какой-то категории пациентов, может быть, это и избыточное лечение. Не буду останавливаться на режиме послеоперационного наблюдения, он достаточно хорошо прописан. Алгоритмы Европейской ассоциации уролога сейчас схематично сделаны для облегчения принятия решения. Я знаю, что во многих центрах российских применяется фододинамическая терапия, работы появляются позитивные по поводу защиты последующей жизни пациента от риска рецидивирования новообразований. Но вот если посмотреть на доказательную базу зарубежную работу, она не очень полная. Фододинамическая терапия, FDA, нерекомендованный метод лечения, хотя во многих странах применяется достаточно успешно. Вот одна из работ 2009 года на слайде представлена. Видно, что количество наступает BCG-терапии, но достоверных различий между группами, получившими BCG-терапию и фододинамическую терапию не обнаружено, хотя видно, что эта группа очень неоднородная, там были разные категории пациентов. Ну и в заключение, после некоторых колебаний, я все-таки решил включить презентацию достаточно старые слайды, в которых мы в нашем учреждении пытались найти какой-либо признак, который может показать темпы роста новообразования. Вот мы сегодня говорим о том, что мы много знаем о мутациях, много знаем о клеточном цикле, мы пытаемся погрузиться внутрь биологии клетки, найти какие-то особенности, которые могут нам помочь найти соответствующие препараты для пациентов, и у нас они очень хорошо получаются. Может быть, где-то более поверхностно решит какое-то более простое решение. Нам казалась привлекательная возможность на каком-то светооптическом уровне, на каких-то, может быть, количественных оценках пролиферативного потенциала обнаружить признаки быстро растущего, а значит, и быстро прогрессирующего новообразования. И мы пытались это сделать. И вот по оценке стромального компонента, и оценке клеток, которые инфильтрируют стромы, и любопытно, что внутри подгруппы как поверхностных, так и инвазивных новообразований, и для мочевого пузыря, и для верхних мочевых путей, и у ротелей, и к лоханке, к арсономам полечной лоханке, мы находили различия. То есть это дополнительный инструмент, который указывает на то, с какой скоростью может расти новообразование, это полезная прогностическая информация. Но в конце концов это осталось невостребованным, потому что, опять-таки, это частное решение. Но эти методы во многом можно считать устаревшие, но, может быть, на новом витке, вот сейчас с осмыслением, которое приходит нам сегодня, может быть, мы найдем какой-то универсальный критерий, который более широко позволит взглянуть на имеющееся новообразование и более просто поможет нам найти решение. А пока что частные решения, и, может быть, мы когда-нибудь придем в гармонию. Спасибо большое за внимание. Будут ли вопросы? Вопросов нет. Как всегда, исчерпывающий доклад, вопросов нет.